День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас следующий эксперт посредством ЗУМа Игоря Малошонок, доктор технических наук, поседатель управления МП «Электроника». Добрый день. Добрый день. Да, те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, могут увидеть замечательные приборы и такие схемы очень интересные у вас за спиной. Такая интрига, пускай она будет, мы об этом чуточку попозже. Начнем вот с актуальных событий. Обычно пятницу мы подводим итоги недели. И вот очень было много интересных заявлений. Понятно, что в свете вот этих цен или счетов за коммунальные услуги и прозвучало в том числе такие революционные предложения от правящей коалиции, что нужно устанавливать солнечные панели. Я понимаю, что это не ваша специфика, но все-таки вы, доктор технических наук, с физикой дружите. Может быть, чуть поясните, насколько это реально в латвийских климатических условиях, или это только летний период, или это только дополнение к существующим формам отопления. Вот как вам это видится? Может быть, в будущем мы научимся как-то сохранять эту солнечную энергию? Ну, Абик, знаете, здесь, в общем-то, вы уже даже так намекнули, о чем надо говорить. Значит, ключевое слово, то, что вы сказали, сохранять. Значит, сейчас же проблема-то не в том, что ветряки или солнечные панели не могут вырабатывать нужное количество энергии. Они могут только в то время, когда это определено, ну, сезон, да, хорошая солнечная активность или хорошая ветровая активность, тогда эти панели, как говорится, если их построить все больше и больше и больше, они будут вырабатывать энергию в эти сезоны даже с переизбытком. Вопрос о том, как этот переизбыток сохранить наступление холодов, да, наступление зимнего периода, когда, значит, и ветров нет, это вот как, что сейчас, собственно говоря, и получилось, да. Значит, поэтому зеленая энергетика, ну, как бы условно, это дело хорошее. Но есть два нюанса, которые еще, в общем-то, не решены. Первый нюанс, вот то, что мы, в общем-то, сейчас отметили, это как же эту энергию сохранить, электричество в батарее, как же не будет, это просто технически сейчас просто неразрешимая задача. Значит, и поэтому здесь, как, в общем-то, в Европе-то и принято, ну, на это дело отведено в ближайшие, наверное, лет 10. Вопрос о том, как же, собственно говоря, эту энергию аккумулировать. Да, один из вариантов, например, у меня, как видится, это, скорее всего, на избытках этой энергии, ну, условно, в летнее время, генерировать, например, как бы водород, сжижать его и в тех же самых бывших газохранилищах и сохранять тот же самый сжиженный водород в наступлении зимнего времени. Да, абсолютно хорошее, как бы красивое, чистое, чисто зеленое решение, но оно требует, сами понимаете, в таких промышленных объемах делать, как бы, системы генерации, ну, условно, даже того же самого водородного, жидкого водородного топлива и использовать, как бы, для этого уже существующие инфраструктуры для хранения. Но это все требует очень серьезных инвестиций и времени. То есть это не так, что это должно произойти, скажем, завтра или послезавтра. Мы же сегодня, собственно говоря, обсуждаем вопрос о том, что делать сегодня. Да, в ближайшие 10 лет, ну, я не спорю, это красивое решение, да, это удобное решение, это действительно может привести к хорошему, положительному результату, скажем, увеличению количества ветряков, солнечных панелей. Ну, только после того, когда будет решен вопрос о том, как, в каком виде эта энергия будет храниться, да. Ну, это первый вопрос. Ну, а второй вопрос, значит, ну, вот, было очень много шума по поводу того, что электричество дорожает, в том числе из-за того, что там появляется компонент, обязательно закупки и так далее, и так далее. Ну, это компонент же, он же не с потолка берется, то есть это тот самый компонент, который, как бы, мы платим за переход от классических видов получения энергии, да, в зеленую, да. То есть сейчас пока, к сожалению, второй вопрос, тоже он такой немаловажный. То, что энергия, полученная в зеленый способ, значительно дороже, чем та энергия, которую мы получаем традиционными способами, да, значит, тех же самых, там, гидростанций, а теплостанций и так далее. То есть энергия, полученная с солнечной батареи, она, как минимум, уже вытекает из цены самой, как таковой, солнечной батареи и срок службы эксплуатации, да. Вот поэтому здесь еще тоже должно быть, должно пройти энное количество времени, да, когда, ну, цены на эти устройства получения энергии, ну, хотя бы приблизиться к желанию, да. То есть я не говорю, что они, чтобы они сравнялись прямо с существующими, ну, хотя бы приблизиться, не в 10 раз, не в 20 раз, чтобы киловатт-час стоило дороже, да, зеленый, чем обычно. Ну, хотя бы в полтора, в два раза, да, потому что, как же, да, ну, перейдем мы сейчас на зеленую энергию, ну, будем 10 раз больше платить, да, это будет зеленая энергия, да, но, скорее всего, этот же вариант тоже далеко не везде приемлем для экономики, если что-то пошли, да. Ну, вот, в принципе, вот такая вот ситуация, два фактора, хранение энергии и цена получаемой энергии. Вот они пока сдерживают реально ближайшие годы. Да, ну, мы понимаем, что даже когда будет научный прогресс, это все равно дело далеко не близкое, пройдет 2, 3, 5, 7, 8 лет, пока это все вообще может быть запущено, а то и больше. Поговорим, наверное, вернемся к вопросу, то, что происходит сейчас, это больше всего людей волнует, особенно в отопительный сезон, я знаю, что здесь вам есть что сказать, тем более, что вы занимаетесь как раз установками системы, ну, я так буду говорить простым языком, если что, вы мне поправите, ну, контроля за расходованием тепла, что это такое и действительно ли это, не знаю, как-то может повлиять на счета или это, наоборот, больше для поставщиков тепла, для потребителей тепла, что это такое? И я так понимаю, что это в мире уже достаточно распространено, теперь распространяется и в Латвии, в частности, в Риге. Вот, может быть, несколько слов об этом. Да, такая вещь есть, и этим мы, конечно, занимаемся, да, поскольку, ну, без этого, так скажем, далеко в этих вопросах в принципе не уйти, то есть установка систем контроля, и не только систем контроля, но и дистанционного управления, это то, с чего, в принципе-то, надо начинать. Это глаза и уши любой управляющей компании. Это, в конце концов, глаза и уши даже жильцов, которые вообще-то должны хотя бы иметь желание знать, за что они платят, начали платить такие бешеные суммы в этом месяце, да. Значит, поэтому, в принципе, это начало, это глаза и уши, да, и управляющей компанией, и обслуживающего персонала, и то же самое жильцов, которые все это оплачивают, да. Значит, здесь получается такая, кому это надо и кому это выгодно, да. Ну, во-первых, начнем с жильцов. Правильно построенная работа в системе дистанционного управления, давно известно, она приводит к снижению потребления энергии. 10-15-20 процентов, в зависимости от ситуации, да. То, что она приводит, это гарантированно, да. Второе, для управляющей компании, плюс, это резкое снижение эксплуатационных расходов и повышение качества обслуживания. На звонок жильца с жалобой или с каким-то предложением на реакцию выходит. Я знаю, что эта система уже опробована, эффективно работает в домах, которыми управляет Ригаснамо Парбалднекс, да. Может быть, несколько слов об этом, потому что это крупнейшее муниципальное предприятие, почти 4000 домов в его введении, и действительно ли эта система работает, и точно ли, что можно, не знаю, вот сидишь за компьютером, и ты можешь, не знаю, повышать уровень тепла в домах, снижать уровень тепла в домах? Да, это действительно так, и уже, тем более, что это не первый год, это уже пятый год пошел, как РНП уже оборудовало себе такую систему и достаточно успешно ее эксплуатирует. То есть я скажу так, вот в этом году те дома, которые были выделены под специальную программу компьютерного контроля, да, и управления институционным, они показывают вот по сравнению с другими домами снижение, ну, по 20% теплоэнергии вообще, да, то есть в том числе и циркуляции, и затраты отопления, и прочее. То есть счетчики на этих домах показывают в среднем на 20% меньше, чем на соседних такой же счетах, да. Поэтому, в принципе, этот факт, он общепизден, он общеизвестен, да, и в этом отношении, как говорится, ну, это нельзя назвать новостью для Латвии. Пять лет назад это было новость, а сейчас это уже все, это система, которая полностью, полностью давно уже в работе и действительно хорошо показывает, да. Значит, и здесь как бы немножечко еще, еще есть один момент, да, значит, когда мы ставим такие системы на дом, мы берем, берем под контроль, собственно говоря, расход тепла. У нас же, скажем, та же самая энергия. Вот люди получают счетами, там написано, вот столько-то стоит циркуляция, столько-то стоит подогрев воды, столько стоит само, собственно говоря, отопление. Ну, откуда эти цифры берутся? Они берутся сейчас, естественно, в большинстве случаев из общих методик, которые были написаны 10, 15, 20 назад. То есть это не те реальные цифры, на самом деле, которые дом потребляет. Они просто сделаны по тем методикам, которые создавали в условиях, когда систем измерения и контроля не было, да. Поэтому, соответственно, да, такие цифры, которые противоречат, например, закону физики, там, пять-шесть евро за подогревку, как бы холодной воды, откуда они взялись. Они берутся, естественно, из тех усредненных инструкций. Потому что других вариантов просто нет. Сейчас же, на самом деле, такие варианты появились. Сейчас действительно система позволяет очень хорошо достаточно определять, что для каждого конкретного дома такие-то расходы на отопление, на циркуляцию и горячую воду. Но, опять-таки, смотрите, вот, и да, известно, общепринятое мнение, самая эффективная мера снижения счетов и затопления – это утепление дома. Здесь, собственно говоря, даже возражение, да, задуем пеной весь дом. И все будет в порядке. Вообще будут нулевые, да. Как же почему-то не делать, да. Ну, здесь есть две причины, да. Первая причина – это, собственно говоря, стоимость всего этого удовольствия. Да, это самая эффективная мера, но она требует таких больших вложений, которые окупаются со сроком 30, 40, 50 лет больше. То есть надо каким-то образом, во-первых, это утепление сохранить в хорошем состоянии в течение 50 лет, для того, чтобы оно потом, собственно говоря, начало вызывать отдачу. Здесь очень часто не учитывается то, что любое движение, которое мы делаем по экономе, оно должно быть, собственно говоря, но оправданным с точки зрения экономики. Да, мы можем вложить, например, энное количество денег в расчете на 40 лет, а можем вложить некоторое количество денег в расчете на полгода, а то и на месяц. Вот если сравнивать по этим критериям, с чего начинать, с утепления все-таки или с обеспечения контроля? Ну, здесь вопрос, конечно, не значимый. Сначала надо понять, что мы хотим с экономией. Поэтому сначала идут системы контроля, идут технические системы аудита, именно технические, не бумажные, как это предприятие. Именно технические. Сначала выясняется, что в этом будут какие-то расходы. Идут на вентиляцию, на циркуляцию, на обеспечение, на фасад, на крышу и так далее. После чего должно приниматься решение о том, что да, мы утепляем подвал, торцы и так далее. Тогда это будет стоить столько, столько и так далее. Сейчас же, понимаете, получается, как, ну, немножечко сумбурная вот эта вещь, эта процесса утепления происходит, да. То есть, ну, условно, приходят менеджеры, говорят, давайте мы весь дом утеплить. Что касается расходов на утепление, здесь, как правило, как бы вопросы возникают, вам могут дать хорошую смету, и, значит, вы будете знать, сколько вы заплатите. Ну, никто вам, конечно, не скажет, что же вы готовы говорить и когда, да. Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, вы для этого сначала надо поставить технические средства измерения, контроля, расчеты и так далее и так далее, да. Значит, и когда вы это поставите, тогда, соответственно, вы увидите, что на вашем доме слабое, что на вашем доме, какая сторона у вас сильная, и что конкретно, во что конкретно, в какое место надо поставить. По мне, так, например, как говорится, торцы и торцами, подвалы, подвалами, а есть очень такая серьезная вещь, как циркуляция, да. На нее вообще как-то мало кто обращает внимание. А ведь это циркуляция, это потери энергии, реальные, на самом деле, потери. Это та энергия, которая никому не нужна и расходуется исключительно для того, чтобы поддерживать температуру горячей воды в кранах. И она не 3 месяца отопительного сезона расходуется, она расходится 12 месяцев. И на нее потому и не обращают внимание. Да, она вроде как бы, по сравнению с отоплением, она меньше, но ведь она 12 месяцев в году, да, поэтому реальная нагрузка, говорится, достигает на дом 25-30 процентов, да. А ее никаким утеплением как бы не победишь, да. Поэтому, когда вы будете знать, что, куда у вас расходится в доме, естественно, вы примете более грамотное, более правильное, более разумное решение о том же самом утеплении. А это... Поэтому... Да, да. Вот эта система, извините, я вас перебил, вернемся вот к этому контролю расходования тепла. Это что? Это такой мини-компьютер? Чуть-чуть поясните. Я знаю, что вот фирма, с которой вы сотрудничаете, компания большая, Силтам сервис Рика, как раз и предлагает эти услуги в домах РНП, и они уже работают, если я не ошибаюсь, конечно. Да, 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 конечно. Конечно, они работают уже пятый год, да, как это все успешно, причем, работают, да. Значит, ну, с технической точки зрения, ну, система есть система. То есть это не то, чтобы один компьютер. Да, на каждом доме стоит нечто похожее на компьютер, но это не компьютер, это телеметрическая устройство с измерительными датчиками, это со специальными, как бы, с линиями для подключения к регулятору, к управляющим клапанам. То есть все для того, чтобы дистанционно оператор или в автоматическом режиме, то есть по программе сервер, мог бы менять в зависимости от ситуации режиме отопления дома, да, ну, отопления, подача горячей воды, да, все, что с этим связано, да. То есть я говорю не только о системе наблюдения, но и о системе управления, да, потому что, как бы, наблюдение хорошо, а управление сами понимаете лучше, да. Значит, поэтому здесь и как раз очень интересно для, если это система, то же самое, с этим сервис Рига, это то, что меньшим объемом персонала можно обслуживать и очень качественно обслуживать, ну, больше объема. Я думаю, что это особенно, видимо, актуально сейчас пандемию, когда лучше лишний раз не ехать на объект, если так можно сказать, если, конечно, нет аварии. Конечно, конечно. Я вам скажу так, скажу, что с точки зрения оператора обслуживающих бригад, работа с этой системой до пандемии и в условиях пандемии в этом отношении, ну, слабо изменились. По сути дела, никаких неудобств, вот именно вот такая вот работа, операция, операция, она никаких неудобств и пандемия в это дело не несла, да. Значит, поэтому однозначно, однозначно, любая дистанционная система у вас снижает и транспортные расходы, и, соответственно, увеличивает качество и снижает реабилитации. Да. Вот мы знаем четкий алгоритм, ну, уже, по крайней мере, старшие по дому, те, кто этим занимались, знают, как утеплить дома. Вот мы об этом говорили. Вот если старшие по дому или вообще жильцы считают, что надо вот эту систему телеметрии внедрять только хотя бы потому, чтобы действительно контролировать и реально платить за потребляемое тепло, и потом, может быть, за потребляемую воду, чтобы не были эти бесконечные утечки воды, которые потом в очень большие цифры для жителей оборачиваются. Абикс, ну, смотрите, значит, эта система, в принципе, это система дистанционного контроля и управления, да. То есть она, эта система была, создавалась где-то еще лет 10-15 назад уже, была запущена, просто работала не в таком масштабе, может быть, как сейчас, да, но она уже совершенствуется 10-15 лет, да. И за эти 10-15 лет эта система уже давно адаптирована под решение вот этих задач. И задачи учета, это так называемый индивидуальный учет потребления и индивидуальный учет отопления. Значит, смотрите, тут мы с вами говорили именно о контроле отопления на общий домовом уровне. Да, это подключение теплой волк, это контроль за распределением в те или те, как бы, трубы дома. Значит, сейчас мы немножечко ушли в сторону индивидуального учета. Значит, вот здесь смотрите, водоучет, да, однозначно у нас такие дома работают и работают достаточно хорошо и показывают, возьмут еще таких вещей, связанных, как расхождение, там, 15-20%, конечно, ну, нереально, когда мы не нормально и хорошо настроены рабочую систему. Обычно речь идет там не куда-то, 5%, так сказать, да. Значит, ну, а где-то вообще. Вот, поэтому, да, эти вопросы решены. По воде, по воде это, так скажем, можно сказать, что, ну, там, в принципе, проблем не осталось. Все, что, как говорится, сейчас, как бы, ходит на слуху, там, классы счетчиков, как бы, вроде бы, нитей, какие-то непонятные учечки, утечки. Нет, там, когда ставится нормальная система, все, все варианты утечек и расходов и потери воды, они становятся... Вот, вариант по отоплению, скажем, он более, так как я вам скажу, как бы, значительно интересен. Если водоучет, он больше признан, ну, восстановить справедливость по оплате, по оплате воды, да, то теплоучет как раз-таки в этом отношении он призван, как бы, и снизить, с одной стороны, потребление тепла, а второе, что самое, я считаю, важное, это дать человеку возможность, на самом деле, не потреблять тепло, чтобы за него не платить, так как человеку, нет денег. Вот сейчас я вам скажу, скажем, потребление, то, что мы сейчас получаем вот такие, как бы, бешеные счета за отопление, беда-то не... беда-то не только в том, что большая, крупная цифра за это самое отопление, беда в том, что от него невозможно уйти, даже если ты хочешь, да, в домах, в стоквартирных, там, многоквартирных домах человек, в принципе, сейчас в большинстве случаев не имеет возможности отказаться от потребления вот этой самой дорогой энергии, поэтому, на самом деле, ситуация именно тяжелая именно из-за этого. системы индивидуального учета отопления, они как раз и призваны решить эту задачу. Чем грамотнее построена система, тем больше у жильца возможность влиять на те счета, которые его ожидают. то есть, по сути дела, принцип, ну, как бы, ну, принцип, как бы сказать, скажем, если человеку товар не нужен, да, он должен иметь право его не покупать. Или покупать только за то, что вот он потратил, да, а не просто вот еще за что-то, да? В том-то и дело, да, в том-то и дело, если вдруг каким-то образом, да, вот как бы у человека, там, или у семьи низкий доход, ну, они, может быть, как бы согласятся, ладно, и потерпеть, и померзнуть, но только бы не залезать в те долги, за которых у них потом могут просто квартиру отобрать, да? Поэтому здесь, я говорю, что с точки зрения социальной справедливости, вот у людей должна быть, честно говоря, такая возможность, да? Как вот говорят, закрыли квартиру, уехали, а потом приехали, а там 300 евро оплаты за отопление за пустую квартиру, да? Или когда у пенсионера счет за квартиру выше, чем, собственно говоря, сама пенсия. Ну, нужно, нужно, чтобы у людей все-таки была возможность выжить в такой ситуации. Поэтому, да, поэтому, да, однозначно. По мне, так и системы индивидуального учета отопления больше сейчас даже нужны для города, чем система учета воды. Учет воды, как говорится, это он по счетчикам худо-бедный, но уже как-то регулируется. Просто не пользуйтесь и не будете платить, да? А вот по системам отопления ничего подобного пока у нас серьезно не применяется. То, что применяется, ну, да, у нас есть, 3-4, наверное, экспериментальные дома с вертикальной, с вертикальной системой, где очень хорошие все эти вещи. Значит, ну, остальные дома, как правило, используют аллокаторы. Ну, кстати, в новостройках, в новостройках там большинство средств у человека уже заложены фигуальные щучки теплоквартины. но вот я вам скажу, да, вот на это как раз-таки я считаю, сейчас должен быть основной упор. И опять-таки, да, эта система дороже, чем просто обеспечить контроль над теплым узлом. Да, она окупается там, скажем, за поле, за два топительных сезона. Но сравните, например, это со сроками компания тех же самых систем утепления. Да. в принципе, порядок действий, вот на мой взгляд, чисто технически, да, должен быть такой. Сначала дает система общедомового контроля, после того, когда понятно, куда, что, чего уходит, пошли системы индивидуального учета, да, там вода теплая, квартирная, да, после чего, когда же все смотрят, что теперь они, вот, собственно говоря, снизили свое потребление на 30-40 процентов. Можно даже снизить на такое количество процентов, да, на такую... Ну, это общеизвестный факт, то есть это не то, что я с попал, да, то есть это общеизвестный факт. Доказано, да? Да, 30-35 процентов это вот комбинация общедомового контроля и индивидуального учета, да. Вот, так скажем, те дома, которые по полной программе используют, ну, настоящий, достоверный индивидуальный учет, я вам скажу, дифференциация счетов достигает где-то 10-15 раз. Одна квартира... Вот, скажем, вот у нас есть дома, где в этом месте, да, квартиры заплатили там 10 евро. Ну, да, они не пользуются, да, в квартирах там было там 12 градусов, да, они уехали. Они уехали, они там не жили, но они за пустую квартиру заплатили там 12-20 евро. Соседи заплатили, как положено, 250, да, потому что они все время это тепло потребляют. Поэтому, да, дифференциация счетов очень-очень высокая и в этом отношении очень хорошая, поскольку действительно видно, что люди могут выжить в наличии этих систем. Ну, да, они дороже, чем общедомовая, но окупается, ну, за 2-2 тысячи. Вот, в связи с этим такой вопрос, может ли в будущем стать реальностью, исходя из того, что вы говорили, даже технически, вот там звонит оператору, там, ну, не знаю, РНП, да, звонит оператору жилец и говорит, я из дома, номер такой-то, квартира 45, мне очень жарко, условно говоря, во-первых, это мне некомфортно, а во-вторых, ну, зачем мне переплачивать? И они говорят, да, минуточку, сейчас в квартире 45, мы нажимаем кнопочку и температуру понижаем. Или наоборот, кто-то звонит и говорит, вы знаете, ну, я мерзну, как-то мне недостаточно. Они говорят, да, сейчас секундочку, мы посмотрим, и будет в вашей квартире температура выше. Это реально вообще технически сделать? Абик, это более чем реально, но только немножечко, немножечко это, наверное, должно выглядеть по-другому. Смотрите, значит, если звонит квартира 45, ну, жилец, жилец, значит, зачем ему звонить в РНК? Он просто, собственно говоря, прикрутит у себя радиатор. Зачем ему звонить, если он может тут же ручечку повернуть и у себя уменьшить, уменьшить, как говорится, потребление, да? Тут главное что? Чтобы у жильца была мотивация не открывать окна, уменьшить потребление, да? Сейчас же такой мотивации нет, да? Значит, поэтому, поэтому этот пункт на самом деле, он автоматически исполнится без звонка в тот же самый рнт, просто если у человека поставлена грамотная система учета. То есть ему не надо звонить, он прикрутил на радиатор, он очень хорошо понимает, что с этого момента он стал гладить меньше, да? По-настоящему, по-честному, да? А с точки зрения, скажем, управления общей домового, да? Здесь понимаете, как бы, РНП не управляет квартирами, РНП управляет домами. Дом 100-квартирный, и там есть люди, которые привыкли жить там при 18 градусах, в комнате есть люди, которые привыкли мальчиком ходить, там 25 должно быть в квартире, и поэтому, в принципе, РНП должно реагировать в том случае, если, да, есть коллективные звонки. А это 2, 3, 4, 5 звонков о том, что холодно и не помогают открыть радиатор. Тогда РНП должно отреагировать, посмотреть, какие дефекты в теплоузле, принять грамотные решения и, соответственно, при этом изменить режим работы регулятора. Значит, что касается индивидуального регулирования, технически сделать то, что вы говорили, можно, но еще более простой способ. Вот то, что я назвал, да, ставится система учета, человек сам включает себя в этот путь. Ну, в принципе, смотрите, вот воду, когда потребляем, мы звоним в управляющую компанию, откройте нам кран и закройте нам кран. То же самое можно делать и с отоплением в 21 веке, да? Да, 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 да. Поэтому здесь тоже самое. Вы из одной комнаты перешли в другую, пока у нас такая привычка не сформировалась, что если мы с кухни пошли на ночной сон спать, в спальню на кухне мы перекрываем радиатор. Такой пока привычки нет, но она появится. Она появится, если человек будет знать, что перекрыв радиатор, он начинает платить меньше, да? Поэтому будет все, в общем-то, оно не то, что может быть, оно будет, однозначно. А с учетом тех, того повышения цен за энергию, это самый просто этот срок светлого будущего, он, конечно, стремительно будет. Да, вот мы больше говорили, так вот сложилось, естественно, о Риге, но есть и другие города. Насколько там эти системы вообще устанавливают? И мы говорили больше о многоквартирных домах, но я думаю, это же актуально и для контроля, и сбережения, экономии тепла, не знаю, для школ, детских садов, офисов, учреждений, предприятий больших, кстати говоря. Я вам скажу, жилые дома еще хоть как-то контролируются жильцами. Да. А вот такие вещи, как действительно магазины, склады, предприятия, офисные здания, они не контролируются, собственно говоря, ничем. То есть там есть арендатор, который молча платит за все, что ему выставляют, и есть как бы владелец здания, которого, как говорится, в принципе мало заботится о том, сколько арендатор нажег той же самой энергией. Поэтому там этот вопрос значительно более острый, чем для жилых домов. Другое дело, что в жилых домах условно живет 100 семей, средне 300 человек, реакция на повышение цены, конечно, значительно больше, чем для заводов, офисов, и зданий. Те просто молчат, закрываются, закрываются, подпочатся, а самая работа и так далее. Но потери энергии, естественно, в нежилом секторе значительно больше, конечно. чем в жилом. Поэтому, да, если вы вдруг каким-то счастливым образом оказались собственником нежилых зданий, заводов и так далее, ну да, вам первое, 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 что надо делать, это обеспечить контроль за потреблением своих зданий, и управление. То, что там, как говорится, не слава богу, мы это все уже давно, мы с 98-го года занимаемся, и у нас на обслуживании есть очень много этих нежилых зданий, и там действительно каждое здание, оно имеет свой характер потребления и так далее, если вы не учитываете, как сейчас, ну, это в два-три раза увеличение потребления. Вот у нас есть очень хорошие детские садики. Вот вы сказали, 98-й год, сколько времени прошло, технологии согнули вперед, и, значит, вы тоже модернизируете время от времени свою систему, да? Ну, вы понимаете, как, мы не то, чтобы мы, это называется враслить, да, конечно, мы, как бы, мы все время идем, мы обязаны все время идти на пике этих технологий, да, то есть мы сами и разрабатываем эти технологии, нам в этом отношении как раз-таки помогает вот тот опыт, что мы, у нас в эксплуатации, мы не просто разработчики, производители оборудования, да, мы еще и эксплуатируем те самые сети, те самые оборудования, которые мы производим. Это просто бешеный опыт, бешеный полигон для того, чтобы генерировать новые технологии, новые предложения, да, в этом отношении, я вам скажу, у нас очень, нам очень повезло, так скажем, да, что у нас и свои разработчики, и свое производство, и свой отдел эксплуатации, да, Конечно, идет непрерывно. Развитие идет непрерывно. Опять-таки, не только развитие. Вы слышали, что последний год из-за отсутствия полупроводников остановились многие предприятия. Автомобильные компании затормозились, производство смартфонов и так далее. Нет процессоров, нет кремния, нет полупроводников и так далее. У нас опять-таки спасает. Мы эту проблему решаем своими силами. У нас свои службы от разработчиков, свое производство. Мы быстро можем перестроиться и не выпасть, как говорится, из-за больных. Поэтому здесь у нас достаточно хорошая стойчивая традиция. Да. Вот если мы говорим вообще в завершении, может быть, о перспективе, чуть-чуть взглянуть в будущее. Да, вот мы уже пытались взглянуть с помощью, по поводу солнечных панелей. Но здесь, наверное, что касается вот этих учета тепла, развития бизнеса, здесь, наверное, более ясные перспективы. Что может быть дальше? Вот куда развиваться? Ведь технический прогресс не стоит на месте. Вы, наверное, тоже, как человек и с опытом ученого, тоже думаете, что может быть дальше? Куда может дальше развиваться вот эта система телеметрии? Ну, вы знаете, она будет развиваться до тех пор, пока существуют какие-то виды деятельности, которые требуют работы на расстоянии. По сути дела, она будет развиваться бесконечно. Поскольку, так скажем, заметьте, масштабность и дистанции тех задач, которые сейчас человек решает, они постепенно расширяются, собственно говоря, в результате и глобализации, и технического прогресса и так далее. Ну, классический вид интернет. Интернет, в принципе, та же самая телеметрия, где-то отчасти. Да, там еще не все. Не все также в чистом виде готово к дистанционному управлению, но эта вещь, она обречена на развитие, поскольку это очень большой скачок в человеческих возможностях. Если раньше надо было, ну, попросить за рождественную автобус куда-то поехать и там что-то, как говорится, руками прикрутить, сейчас вы можете таких работ сделать как бы в десятки, в сотни, в тысячи раз больше, потратив тот же самый объем своего рабочего времени. Поэтому ценность, как говорится, жизни человеческой в этом отношении возрастает пропорционально тому, сколько вы успеваете за эту жизнь своего объема работы сделать. Поэтому нет, это будет развиваться до тех пор, пока у человека будет необходимость что-то делать. Это навсегда. Да. Ну что ж, я думаю, что это такое важное замечание в завершении. Ну и, наверное, я думаю, что, может быть, и пандемия в том числе, и вот эти счета бешеные за электричество, газотопление тоже должны подтолкнуть и самих жильцов, не знаю, управляющих компаний думать о том, как можно действительно минимальными средствами, я так понимаю, что это минимальное вложение, все-таки обеспечить контроль за потреблением, за сохранением тепла. Тем более вы назвали такие цифры 20-30-40% экономии. Но это очень существенно? Да, да, это очень существенно. Но, опять-таки, это 20-30-40% это я назвал по индивидуальному учету, да. И там, где речь шла, там об окупаемости, там, ну, один-два сезона, да. Но самый быстрый путь, конечно, сделать так, как, ну, то же самое и регистрируемый сервис РНП, да. Значит, сначала сделать глаза и уши в каждом доме за потреблением энергии, да. Вот, а этот способ, на самом деле, это способ, он никакие, ни два, при нынешних ценах за энергию, этот способ покупается меньше, чем за один месяц отопительного сезона. Особенно, если многоквартирный дом очень большой, все в свою лепту вносят, да, и это вообще незначительно, да. Ну, что ж, это, наверное, тема еще отдельного разговора, в том числе, наверное, и исторической думой, и о политике, вот, действительно, по отоплению. Игорь Малашонок у нас был в прямом эфире, доктор технических наук, МП «Электроника». Большое спасибо. Продолжение следует...